Всем привет, мои хорошие! Спасибо, что заглянули на мой канал. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Возможно, для вас это мелочь. Для меня это очень-очень приятно, так что не забывайте это делать. И сегодня у нас продолжение вчерашнего сока, который никак не закончится, хотя он обалденный. Прям пахнет бананами, как будто ты кушаешь банан. У нас сегодня скумбрия, также картошка, болгарский перец. И, как всегда, мое любимое сочетание с грейпфрутом. Я попросила вас позадавать вопросы в моем сообществе. Что я буду делать? Вопросы все хорошие. Огромное спасибо вам. Развернуто можно ответить, поболтать, посидеть. Здесь всего 114 вопросов. И вопрос, на который я отвечу, я буду удалять, чтобы знать. А то у меня куриная память, я ничего не помню. И первый вопрос самый залайканный. Айка, привет! Прекрасно выглядишь и еда аппетитная. Расскажи, пожалуйста, как ты относишься к детям, которые матерятся. Если бы твой ребенок тоже матерился, как бы ты этому отнеслась? Вопрос задает main person. Огромный тебе привет! Насчет мата. Я, как вы заметили, особо так сильно не ругаюсь матом. И это не связано никаким боком с тем, что я снимаю видео, и типа я вам подаю какой-то пример. Я, конечно, могу ругануться, то есть, как и любой нормальный человек. Иногда я ругаюсь, конечно, матом, но это крайне редко. И нет никаких преград, что вот я снимаю видео, и как-то неправильно на видео ругаться. У нас вообще в Азербайджане не принято ругаться матом. Если ты в общественном транспорте едешь, ругаешься матом, говоришь какие-то неприличные фразы, тебе обязательно сделают замечание. Обязательно. Также не принято при девушках ругаться матом. Это считается типа неуважением к девушкам. А что касается детей, я, конечно, постараюсь воспитать их так, чтобы они не позволяли себе прям общаться на четырехэтажном мате. Получится это у меня или нет, это уже другой вопрос. Одно дело, когда мы смотрим, например, новости, ведущая старается держать марку. ведет себя очень сдержанно, ничего лишнего и так далее. В моем случае у меня есть возможность ругаться матом, если я хочу. Например, есть другие блогеры, которые тоже снимают мукбанки и спокойно ругаются, и многим даже это нравится. Как говорится, у каждого своя аудитория. И хорошо, что есть такой большой выбор блогеров, каждый человек может выбрать себе подстать. Какая вкусная рыбка. из картошки вообще. Любой человек, когда, например, сильно разозлен, может сказать слово на «б», которое начинается ну прям как сапожник, чтобы мат-перемат, мат-перемат. Я своему ребенку этого не позволю никогда. Хотя посмотрим. Следующий вопрос от With Megasel. Если я правильно прочитала. Привет, расскажи, пожалуйста, что изменилось в твоем восприятии мира за эти трудные для всего мира годы? Какие изменения ты в себе заметила, что стало в приоритете, а что задвигнулось на второй план? Спасибо. Я не понимаю, про какие именно годы идет речь. Если вы про войну, которая сейчас происходит, то, если честно, не так сильно все поменялось. Вот. А если коронавирус и все дела, не знаю, что поменялось у меня в голове. Не буду говорить, кто именно. Но я снимала мукбанг с девочкой, у которой умерла мама от коронавируса. Не буду говорить, кто именно. ну мне искренне, как сказать, когда я увидела эту новость, а увидела ее в WhatsApp, честно, мне настолько, вы знаете, переполняли чувство, чувство сочувствия. Ну я в такие моменты прям, не знаю, не нахожу слова правильные, чтобы сказать. Вообще, после коронавируса мы все с вами, мне кажется, поняли, что жизнь, она очень хрупкая, и в любой момент ты можешь потерять близкого для себя человека. Не знаю, как у вас, у меня в окружении. Ну как окружение? Люди, которых я знала, три человека скончались. Я не болела. Для меня особо сильно ничего не поменялось, потому что я и до этого не путешествовала, сидела дома, так и продолжала сидеть дома. Закрытые границы, все эти ограничения, не сильно я почувствовала. Сейчас у нас вроде все эти ограничения снимают. не знаю, надолго или нет. Но говорят, третью вакцинацию все равно нужно сделать. Я предпочла просто не делать и не идти в молы. Все уже в этом месте 23 числа. Истекло мое время, и сейчас меня уже не пустят никуда. но подсказывает мне мое сердце, что скоро это все тоже отменят. Еще один вопрос был. У меня сейчас просто руки грязные. Одна девочка писала в комментариях, что в связи с последними событиями не хочешь ли ты заняться бизнесом? И каким именно бизнесом ты бы занялась? Последний раз, когда мы виделись с моей подружкой Шелли, она мне сказала, вообще у нее всегда такие, знаете, крутые идеи бизнеса бывают. И она мне говорит, Айка, ты делаешь неправильно. Ты вот, например, зарабатываешь деньги с Ютуба. Тебе надо эти деньги не вкладывать в машины, в недвижимость, а вкладывать в какой-то бизнес. Чтобы деньги делали деньги. И я ей такая сразу, ну, какая идея у тебя? Куда вложить? И она мне говорит, например, купить аппарат лазерной эпиляции. У нас здесь это очень популярно. Все ходят. не в обиду никому. Но я вот искренне не знаю, зачем люди ходят на, например, в исковую эпиляцию. Это же можно спокойно сделать дома. Зачем куда-то ехать? Зачем за это платить? Опять же, это выбор каждого. Ну, вот аппарат лазерной эпиляции, понятное дело, что у любого человека дома его просто нет. Вот у Шелли всегда есть хорошие идеи для развития бизнеса, какие-то моменты. И она даже узнавала, сколько стоит этот аппарат. Он стоит около 20 тысяч долларов. Это не дешево, конечно, но и процедура тоже не дешевая. И людей, желающих, тоже много. Если сделать дешевле, чем везде, например, пиарить, например, вот здесь у себя, делать качественно, почему нет? Неплохая идея. Но, знаете, я совершенно не человек бизнеса. то ли я себя просто пугаю, я просто уверена, что у меня ничего не получится. Понятное дело, что в любой сфере есть конкуренция. но если ты делаешь чуть дешевле, чем у всех остальных твоих конкурентов, то, понятное дело, ты получаешь больше клиентов. Я сама хожу на лазерную эпиляцию. Мне очень нравится результат. Понятное дело, что тонкие пышковые волосы не сильно реагируют на лазер. Ну, что касается жестких волос, это просто идеально. Наверное, не к столу, но у меня раньше на ногах была просто щетина, а сейчас у меня на ногах вообще нету волос. Даже на руках у меня больше волос, чем на ногах. То есть я избавилась где-то от 90% нежелательной растительности на теле. И это очень круто. Даже если ты не избавляешься навсегда от этих волос, все равно, один раз сделав процедуру, даже на лице, например, где-то 4 месяца я не иду на лазер. Потом это все отрастает и опять. Короче, несколько таких идей она мне подала, чем можно заняться. Просто у меня рядом нету человека-помощника какого-то. Например, мужа или брата. Я очень люблю снимать мукбанки. Я очень люблю делать контент. И я не готова жертвовать своим временем ради бизнеса. Если бы я могла бы, например, вложить деньги во что-то и мне бы приходили какие-то дивиденды, то я бы, наверное, это сделала. не то, что я вас сильно люблю. Я просто очень люблю снимать контент. И вот каждый день я, например, лежу вечером в кровати и думаю, надо это снять, надо вот так вот попробовать, надо вот это вот сказать. Ой, эту историю забыла рассказать. Забыла, что до этого я рассказывала. Еще раз рассказываю. В общем, как-то вот так вот. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Да и вообще, что смотрите мой канал. Мне очень приятно. Буду стараться каждый день радовать вас новым контентом. Также у меня есть две новые коллекции для бумажного канала. Сейчас сяду их и сниму для вас. Как-то так. Всех люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok